Здравствуйте! Это итоги спортивной недели в студии Денис Харин. Финал четырех женской баскетбольной Евролиги пройдет в Екатеринбурге. Об этом решении было объявлено в начале недели накануне матча всех звезд женской Евролиги, который прошел в польском городе Гдыня. Турнир четырех сильнейших команд Старого Света пройдет в Екатеринбурге с 8 по 10 апреля. Подробности у Александра Кесселя. В преддверии старта главного Евробаскета арена Дворца игровых видов спорта больше напоминает театр, в который главных героев уже пригласили, объявили дату премьеры, но подготовку к предстоящему спектаклю еще не начали. На входе нет никаких афиш, говорящих о том, что финал четырех пройдет в Екатеринбурге. В холле также тихо, а на сцене еще даже не начали устанавливать декорации. Сейчас в Дворце игровых видов спорта ничего не напоминает о предстоящем финале четырех женской баскетбольной Евролиги. Но можно не сомневаться, что в середине апреля здесь будет настоящее шоу с участием лучших баскетболисток Старого Света. А в плане организации финал четырех надолго останется в памяти и участников, и зрителей. На импровизированной сцене появляются одни из главных героев предстоящего финала четырех баскетболистки УГМК во главе со своим художественным руководителем Гундерсом Ветрой. На репетиции все выглядят довольными и счастливыми. Конечно, когда это совершилось, все вздохнули, сказали, наконец-то у нас это будет проводиться финал четырех. Это действительно будет праздник, и я на сто процентов уверена, что это будет лучший финал четырех за многие, за последние десять лет. Мы очень рады играть здесь, и это, безусловно, большая честь принимать финал четырех у себя дома. А поддержка зрителей только придаст нам сил и энергии. Ничего нового в подготовке команды к предстоящему в середине апреля действу нет. Вначале работа с тренером по физподготовке Сабин Журас, после работы с мячом. Впереди еще два матча внутреннего чемпионата. Мы прекрасно понимаем, что эти две игры, ну скажем так, нельзя сказать, что они ничего не решают, но в плане турнирной ситуации, наверное, они многое изменить не могут в плане турнирной ситуации в российском чемпионате. Так что эта ситуация достаточно такая щекотливая, достаточно такая непростая. В Екатеринбурге финал четырех проводится впервые, но нет никаких сомнений, что организаторы не ударят в грязь лицом. Что касается выступления нашей команды, то тут вообще трудно что-то загадывать. Единственное, в чем можно не сомневаться, так это в том, что трибуны в очередной раз будут заполнены до отказа. Александр Кесли, Радик Аскаров. Спорт. Итоги недели. Сегодня у нас в гостях директор баскетбольного клуба УГМК Максим Рябков. Максим Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Во-первых, поздравляю вас и всех болельщиков УГМК с этим знаменательным событием. Учитывая, что последние два финала четырех Евролиги проводились в Испании, решение Европейской Федерации баскетбола выглядит логичным. Но если учитывать все подводные течения, о которых не раз уже говорилось, на сто процентов, наверное, нельзя было быть уверенным, да, что финал четырех отойдут к Екатеринбургу. Ну да. Ну, во-первых, я поздравляю весь наш город, весь наш регион с тем, что такая честь нам оказана, потому что это на самом деле знаковое событие в европейском спорте в целом, не только в баскетболе. Вот. Но, во-вторых, да, никогда нельзя быть уверенным заранее в том, что там тебе достанется главный приз или лакомый кусок. Вот. Поэтому волнение присутствовало до самого последнего дня и, в принципе, оно улетучилось только во время подписания этого договора о проведении турнира именно здесь, в Екатеринбурге. Кто еще из команды участниц финала четырех подавал заявки на проведение? Испанские Алкона Венида и Саламанки, они претендовали на проведение этого турнира и мы. То есть два клуба Спарта и НТК не подавали заявки? Ну, насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, нет. На ваш взгляд, насколько оправдана позиция ФИБА сводить в полуфинале команды из одной страны в финале четырех? Ну, мы выступали противниками этого, но так как в итоге апелляционные инстанции признали право Международной Федерации на собственное видение, на формирование системы соревнований, поэтому мы в данный момент принимаем все как есть. К тому же в этом году, если говорить, то мы со Спартаком попали друг на друга в полуфинале по сетке. То есть принудительного сведения команд в этом году не было. Финал четырех Евролигии среди женских команд – это последний финал четырех со следующего года. Получается, у нас будет финал восьми проводиться. То есть событие во всех отношениях историческое. Да, это исторический финал четырех, а мы рады, что именно Екатеринбургу выпала честь провести последний финал четырех в истории Евролигии. С будущего года формат изменится, будет не такой динамичный и скоротечный турнир, как нынче. Будет такой турнир даже с круговой системой. Две группы по четыре команды будут, и с каждой сыграют в течение трех дней, и затем будут стыковые игры уже за первое, за третье, ну и так далее, за пятое, седьмое места. Поэтому болельщиков есть возможность именно своими глазами в последний раз увидеть вот эту борьбу финала четырех, где, в общем-то, все зависит от одного матча, где нет права на исправление допущенных ошибок. Поэтому, я думаю, интерес это должно будить в сердцах, в головах болельщиков очень большой. Чего вот ждать как раз болельщикам от этого финала четырех? Потому что лично мне вот довелось поприсутствовать на финале четырех Евролигии женской в апреле 2008 года в чешском Брно. Вот, честно говоря, не впечатлило уровень организации проведения турнира. Ну, не очень корректно, наверное, будет сейчас оценивать усилия наших коллег-предшественников из других клубов. Мы, со своей стороны, конечно, постараемся максимально праздничным это мероприятие сделать, такое долгожданное для нас самих, в первую очередь, для болельщиков. Вот, и постараемся, значит, создать праздничную атмосферу. Но главным, естественно, в любом случае в финале четырех должен быть баскетбол, и баскетбол будет самого высокого уровня, потому что я думаю, что со спортивной точки зрения это наиболее такой равный, высококлассный финал четырех за все последние годы. Нет такого, что какие-то команды преподнесли сенсации и пробились в финал четырех случайно. Вот, и уже этим одним только выполнили свою задачу сверх максимум. Вот, в этом году все команды равны, чисто любивы, устремлены к победе. И я думаю, что это будет главным пиршеством для любителей спорта. Ну и, естественно, шоу-программа будет на уровне. У баскетбольного клуба УГМК и ФИБО Европа, вот, ну, до этого времени, я насколько знаю, все-таки были какие-то, была какая-то конфронтация, небольшая пусть какая-то, но сейчас вот точки соприкосновения, насколько я понимаю, удалось уже найти, да? Да, ну, я бы хотел сразу, если немножко вернуться в историю, мы просто имели свое видение на ряд пунктов регламента, которые не были четко изложены. Вот, и регламент, который выработала сама ФИБО Европа, он предполагает для субъектов вот этого баскетбольного сообщества, баскетбольного права европейского, то есть каковыми являются в том числе и клубы, в том числе и наш, предполагает, как бы, там, задавать вопросы, подавать апелляции и так далее. И мы этим правом воспользовались, правом, которое, напомню, дает сама ФИБО Европа своими нормативными документами и прошли только тот путь, который этими регламентными нормами был предписан. То есть мы не выступали в данном случае против ФИБО Европа лично, мы просто действовали сугубо в правовом поле, которое сама эта Международная Федерация создала. Больше того, мы не стали использовать свое право на апелляцию, которая нам этот же регламент предоставлял, проявив тем самым добрую волю, я думаю, что чиновники ФИБО Европы это тоже для себя отметили. Ну и, в принципе, уже настала пора для... Жить дружно. Да, жить дружно. Настала пора для такой своеобразной, выражаясь терминами современной политики, баскетбольной перезагрузки, вот, и я думаю, что обе стороны с радостью к этой перезагрузке приступили. Посмотрим, что из этого выйдет, но в любом случае польза европейскому баскетболу от сотрудничества двух таких организаций, я думаю, должна быть несомненной. Максим Николаевич, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Еще раз поздравляем вас с этим знаменательным событием, ну и все с нетерпением ждем этого грандиозного мероприятия, финала четырех женской Евролиги. Спасибо вам, ждем вас на трибунах ГИВС. Далее в нашей программе традиционная подборка новостей о выступлении команды спортсменов Свердловской области на прошедшей неделе.